В городе Лудзе прошел богословский турнир среди воскресной школы Долговпилска-Резикненской епархии. Площадкой для интеллектуального состязания выступила бывшая усадьба Героя Отечественной войны 1812 года Якова Петровича Кульнева. Ныне там располагается Краеведческий музей. Подробнее о турнире расскажут наши коллеги. Я хочу объявить наш богословский биржейский турнир открытым. Сегодня здесь, в Лудзенском музее, у нас встречаются четыре команды. Это команда Лудзе, так сказать, хозяева. Команда Резернер и две команды из Долговпилса, которые представляют эту хианную школу. Это команда Виклиемская звезда и команда Белая ладьяна. Чтобы поднять дух творческого соревнования, решено было открытие турнира начать с небольшой экскурсии, посвященной памяти великого земляка, героя войны, уроженца Лудзы, генерала-майора Якова Кульнева. Мне было сегодня очень приятно увидеть, как много молодых людей интересуются духовной тематикой и как они со знанием дела отвечают на вопросы. И нам, взрослым, в том числе музейным работникам, было, конечно же, интересно послушать их не по-детски умные ответы. Присос был камень, отвергнутый имя, но сделался главой Влад. И что нет ни в коем другом спасения, поскольку нет никакого другого имя, которое можно было бы спастись. Турнир будет составлять из нескольких конкурсов. То есть дети должны будут проявить свои знания в умении определить события по картинам. В данном случае у нас будут гравюры, то есть по ним какое событие рассказывается, по цитатам. И основное, как всегда, это чтение по-церковному славянски. Яко и на стогны износите, недужные, и полагайте на постели. Первое место занимает команда Лудзинского-Успенского прихода 52,5 балла. Так держать. Нам помогает везение тем, что мы работаем очень слаженно, как команда. Нам помогает это очень. Что ты скажешь? В чем секрет успеха вашего? Что мы очень дружные. Хорошо. А ты? Вера в себя и в команду. И не зацикливаться на том, что нужно выиграть, выиграть, выиграть. Потому что если все время бояться, то можно вообще с ума сойти. Сейчас дети и молодежь, подростки, им такие вещи, как священное описание, дается очень трудно. Они привыкли к чему-то такому клиповому, яркому, быстрому. А здесь нужно сесть, читать, вчитываться, обращаться к словарям, чтобы как-то разобраться в тех словах и понятиях, которым уже две тысячи лет. Но тем, которые для нас становятся ключиком в ту комнату, которая для нас называется и священное описание, и священное предание, и опыт церкви.